В центре внимания вопросы импортозамещения, подготовки кадров, а также межрегиональной кооперации. Последнее позволило предприятиям Ульяновской области расширить рынки сбыта, найти новых партнеров для развития отрасли. Эта компания Промсервис, занятая в сфере энергоресурсосбережения объектов ЖКХ, подписала соглашение с партнерами из Республики Беларусь. Сотрудничество позволило запустить производство комплектующих для отечественного оборудования, аналог которых ранее поставляли страны Запада – Польша, Швеция и Дания. Предложено работать с белорусами. Совместно мы договорились выйти на рынок с новым изделием, который сертифицировать как российское отечественное производство. Именно комплект, состоящий не из двух частей, а единое изделие с клапаном и с приводом под одним названием. Называется регулятор расхода КПС. Приспособиться к новым экономическим условиям. С момента введения санкций смогли практически все предприятия и заводы области. Рекордное количество заказов выполнила корпорация Ростех. Входящие в ее состав компании выполнили все задачи, поставленные правительством России перед оборонно-промышленным комплексом. Работали и в научно-исследовательском направлении. Общий объем выпускаемой продукции вырос на 150 процентов. И по итогам выпустили продукцию в общей сложности порядка 44 миллионов рублей, даже немножко больше за предыдущий год. Это опять же повторяюсь, несмотря на высокий нажим, несмотря на то, что предприятиям пришлось выполнять очень много дополнительных научных исследований конструкторских работ, переориентировать поставщиков, заказчиков на новые рынки. Программа импортозамещения действует и на Ульяновском конструкторском бюро приборостроения. Сейчас силы предприятия брошены на два ключевых проекта, связанных с гражданской авиацией. Специалисты работают над созданием радиоэлектронной аппаратуры, пультов управления, световой техники. На отдельных производственных участках в процесс вовлечены и студенты. УКБП готовят квалифицированные кадры для отрасли. Мы в прошлом году выиграли грант вместе совместно с Ульяновским государственным техническим университетом в программе профессионалитет и запускаем эту программу 1 сентября 2024 года. Активно используем целевой набор и обучение, активно участвуем со всеми среди специально учебными заведениями по подготовке кадров. Молодые специалисты включаются в производственные процессы, выступают двигателями прогресса. Это дает региону преимущество, формируется технический суверенитет. Предприятия презентуют отечественные разработки, выстраивают кооперационные цепочки и не зависят от поставок из-за рубежа. Тем не менее, останавливаться рано, об этом сообщил глава региона. Алексей Русских подчеркнул, что некоторые отрасли до сих пор нуждаются в поддержке. У нас до конца пока не восстановились еще такие сектора, как дерево, обработка химической производства и металлургия. Мы представляем себе масштабы имеющихся проблем, понимаем причины и работаем над их устранением. Поставлены задачи перед автомобильной промышленностью. В фокусе модернизация градообразующего предприятия завода УАЗ. К вопросу подошли комплексно. Обновят не только инфраструктуру, но и условия труда для специалистов. Основные этапы отобразили в соответствующей программе. Она будет направлена на реализацию новых проектов, развитие инфраструктуры, площадки, развитие социальных программ, направленных на улучшение благосостояния работников, а также на обеспечение мероприятий по благоустройству территории вокруг автомобильного завода. Не остают и другие производства автотранспортных средств, автомобили для перевозки грузов, пассажиров, а также машины быстрого реагирования, кареты скорой, медицинской помощи отечественного производства губернатор осмотрел лично. Выставку подготовили флагманы отрасли.